Пластины изготовили мы вместе с нашими киевскими коллегами из Института сверхтвердых материалов. Это фантастические результаты. По заключению специалистов, проводящих испытания, вот эти компакты, позволяют обрабатывать твердый сплав ВК-15 с высоким качеством обработки и даже при скорости резания свыше 40 метров в минуту, что невозможно для одного из известных в мире настоящих варьирующих материалов. Это революция в институте в ментальной промышленности, потому что все другие известные, они разрешаются вот... Я вас убедил, прошу. Все, заканчиваем. Да. Вот это самое исключение. Самое исключение. Вот, значит, оценка экономистами с участием наших коллег из Дебирс и компании американские Берки Бейкер Хьюз 15 миллиардов долларов в год потребности в таком сырье. Понимаете? Они не дают. Что? Они готовы с нами это самое вот использовать. Потому что вот это бурение, о котором говорил Николай Павлович, если хотя бы на 20% это самое будет работать, коронка вот эта, которая горизонтальное бурение, вот, дольше, то это будет колоссальный эффект. Их будут покупать в 10 раз дороже, чем обычно эти самые... Ну а обрабатывающие станки для оборонной промышленности. Их теории все будет такие. Спасибо. Так, секрет Ильмитрий Александрович, Корейского научного центра. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Я представляю, в данном случае, институт вводных проблем северо-корейского научного центра. В Корейском научном центре, как вы знаете, имеется 7 институтов, и 3 из них, по крайней мере, это наш институт, институт леса, институт биологии, вот занимаются в том числе и проблематикой, связанной с северо-корейским регионом. В частности, наш институт проводит комплексные исследования, в том числе и на Белом море. И в настоящий момент проведены обобщения многолетних комплексных данных по гидрологии, геологии, климату, гидрохимии, гидробиологии, социоэкономике, и создана информационная система. И первая версия комплексного электронного атласа Белого моря. Здесь вот на этом слайде он представлен. Наш этот созданный электронный атлас Белого моря и его досбор позволят решать научные и практические задачи, которые мы используем как разъезд для других регионов. Наш институт также проводит регулярные полевые исследования совместно с различными академическими институтами. Это институт экономологии, институт зоологический институт, Санкт-Петербургский университет, Московский университет, и ряд других организаций. В 2014 году были проведены различные комплексные исследования по изучению донных отложений Белого моря, по изучению гидрофизики, гидрохимии. На этих слайдах представлены некоторые результаты этих исследований за этот год. Одно из наших предложений. Мы считаем, что поскольку интересы России в Арктике, как и арктические проблемы, носят комплексный характер, их решения требуют значительных материальных ресурсов, целесообразно объединить средства и возможности организации Российской Федерации для выполнения необходимых системных исследований в примере относительно небольшого, хорошо изученного региона Севера, это Белого моря, и его досборного бассейна. Мы считаем, что одна из важнейших задач – создание современного комплексного полигона станции на Белом море, где можно выполнять полноценные междисциплинарные исследования с получением необходимых средств и возможностей заинтересованных организаций. То есть это Российская Академия наук, это ФОНО, это Росгидромет, это Министерство образования и так далее. Мы считаем, что в настоящее время ни одна из существующих на Белом море станций баз полигонов не приспособлена для решения сложных комплексных междисциплинарных исследований. Ну и получение, ну здесь примеры, скажем, тех работ, которые были, скажем, выполнены институтом. Вот полученные сведения могут использоваться для решения научных и практических задач развития транспортной системы Беломоро-Балтийского канала, Белого моря и Арктика, подготовки научного обоснования строительства нового глубоководного порта в городе Беломорске, строительства морской, Белопорской ГЭС и другие задачи. Вот те работы, которые были выполнены в рамках исследований Белого моря. Вот еще одно из направлений, которое, я считаю, можно было бы обсудить в рамках нашего этого форума, это проблема изучения озерных экосистем. Как вы видите, их огромное количество, но изученность их очень слабая. И следует отметить, что большинство озер в нашей стране, как вы знаете, Брестная вода у нас в ближайшем будущем будет одним из тоже главных ресурсов. Так вот, если посмотреть на этот слайд, мы увидим, что порядка 15 озер на тысячу километров приходится на зону развития древних леденений и вечной грозлоты. Только порядка в 10 раз меньше на территориях, расположенных намного южнее. Вот одна из... Также еще одна из проблем, это вот климатическая изменчивость, и вот озера, а именно их донное отложение позволяют нам выполнять такие работы по реконструкции полиграфических ситуаций. И для этого служит изучение донных отложений озер. Но здесь показаны графики, как изменялся климат на протяжении последних 100 лет и последних 150 тысяч лет. Вы видите, что сейчас мы с вами живем, вот это в теплый период времени, а пришедший сующий МОН был более теплый, и был около 120-130 тысяч лет назад. И вот для решения вот этих полиграфических проблем... Для этого существуют исследования, работа, проводящие по изучению донных отложений озер. В частности, и в нашем институте такие работы проводятся и сейчас, в настоящий момент, развиваются. Это полиминологические исследования. Как вы знаете, существуют международные программы по глубоководку, по бурению. Вот есть такие специальные сайты, в том числе международная, континентальная программа по бурению озерных отложений. Вот такие работы сейчас проводятся очень активно в Европе. Вот вы видите, здесь показана карта, так сказать, изученности озерных отложений в европейской части, в Европе, в том числе и на севере. И такую работу мы пытаемся сейчас делать и в рамках работы нашего института. Вот, но вы видите, что северная часть, она покрыта значительно меньше. Вот для этого сейчас разрабатывается новый проект. Как вы знаете, был проект по глубоководному бурению озера Гальгин. И вот предлагается, это озеро метеоритное происхождение. И предлагается выполнить такой проект по такой трансфекции по бурению озер вдоль, как раз в районе северных регионов, включая Ладжевское озеро, крупнейшее европейское озеро, северное озеро, озера Таймыра, и включая озеро Гальгин для корреляции и реконструкции полиграфических своих порций. Это коротко. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 Документ. Он был. В Советском Союзе такой документ был. Была программа, которая зарабатывалась по линии ГКНТ. Николай Павлович. Так было. И она объединяла, если мне память не изменяет, порядка 120 организаций. 120. Это довольно серьезно. Она насела блоковый характер. Был научный совет, который координировал деятельности этих организаций и решал всякие задачи. И я хотел бы в этой связи сказать следующее, что то внимание, которое наши коллеги из практических государств уделяют научным исследованиям, оно вообще-то не случайно. И на наш взгляд наука становится вполне реальным инструментом обеспечения геополитических интересов циркополярных государств. И не только их, кстати говоря. И Китай, и Япония активно развивают свою науку. И, наконец, мы абсолютно не сговаривались, но вот на этом слайде некое видение перспективной программы, о которой мы сегодня говорим, это такой предварительный взгляд на программу, потому что я собирался вообще-то говоря, Алексей Михайлович, завтра, когда мы соберемся в Центре, более подробно говорить. Она структурирована уже. Но, тем не менее, вот это наш взгляд на то, какова цель программы и какие основные, очень крупные, очень крупные, даже не задачи, а блоки задач, должна решать эта программа. И вот теперь самый последний слайд. Спасибо коллегам. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще, сразу пользуясь трибуной, чтобы не терять секунды, в нашем мероприятии, в дискуссионном клубе принимают участие представители бизнеса. И я хотел бы предоставить им слово, а потом, так сказать, вот, учет то, что здесь много и ученых, мы давайте, я все-таки думаю, это будет правильно, если мы коллегам нашим из бизнеса предоставим слово в приоритетном порядке. Поэтому я предоставляю слово моделю Александру Яковлевичу, представителю «Газпромнефть» шефа. Александр Яковлевич, что-то вы далеко забрались. Следующее, пожалуйста, к поступлению, Александр Леонидович Мартинович. Хорошо? Спасибо. Жанна Коллеги, очень приятно присутствовать на таком, как бы, вашем, ну, форуме, там, где наука пытается, как бы, найти то место, которое сегодня, вообще-то жизнь ему давно уже растаяла. Ну, как бы, лидер, будем так говорить, всего нового, того, которое должно использоваться в социально-экономическом пространстве любого общества. И туда идут самые люди, которые к этому предназначены, которые умеют это сделать. Не все могут этим заниматься. Вот я не могу наукой заниматься. Хотя производственник всю жизнь объединениями командовал еще в советские времена, предприятельность 28 лет. Сегодня самые крупные проекты решал Приразонно, Киринску запустили, ЧНДУ даже география проводил и так далее. На науку опирается все, я вам скажу. И сегодня надо смотреть в будущее более такими глазами новыми. Не надо на это все, что вчера мы там что-то сделали. Это вчерашний день. Арктику просто так не возьмешь. Туда надо смотреть вначале инфраструктурно. Мы должны быть готовы работать в этих сложных природоклиматических условиях с теми сложнейшими вызовами. Я был в Якутии. Когда я в первый раз столкнулся с температурой в минус 63, ну вы же понимаете, что такое. Там оборудование выдерживает, металл не выдерживает, хрупкость и так далее. А когда вторая задача свистнулся, что там дожди, и там вечная мерзлота, и вода никуда не уходит, что любой дождь, это грязь, болото, где трактор даже не двигается, и мы там на буровую затаскивали инструмент, там легостью, ну, таллиной системой. Это же тоже вызовы. И по-другому надо обустроиться заниматься, по-другому площадку надо готовить. И это надо постоянно искать подходы. И не просто так, как-нибудь. Ничего не происходит, как-нибудь ничего. Теперь насчет Арктики давайте посмотрим. Ведь Арктикой мы занимаемся. И никто не должен говорить, что мы ничего не знаем. Мне стыдно, когда кто-то говорит. Мы не имеем опыта работы в Арктике. Это неправильный тезис. Мы в Арктике присутствуем уже давно. И экспедиции, и месторождение сегодня на Ден-Куртаз, Ямал и прочие-прочие дела. Мы с вами осваиваем шельф. Мы уже больше, почти 20 лет, возьмем Сахалин, пять патронов стоит. Подвод технический проект мы внедрили. Проразломная стоит. На Балтике Д6 сделали. Каспий, там тоже не просто. Там тоже есть и лед, и все остальное. Осваиваем. А вот то, что мы натворили с вами, то, что сделали, положительное, мы анализ провели. Его нигде системно никто ничего не сделал. И это печально. Ведь мы много купили технологий. Мы их внедрили. Даже на проразломах, что-то к вашему сведению, АСУТП. И технологии, и безопасность. Там Хэновелл-компания, одна из лучших в мире, которая это внедрила. Наша наука, наши делали проекты. А что-нибудь они взяли к себе за базу? Нет, не взяли. Завтра возьмем всех этих проектантов, посадим, и будем спрашивать, что же вы тут приобрели? Ничего, потому что они в проектах записывают. Тех-то технологии надо купить. Ничего внутри у нас нет. Ну, потому что мы не очень с вами в это вникаем. И не хотим брать за основу. Нам надо научиться то, что мы уже сегодня опыт приобрели. Мы его купили за дорогие деньги. За нефть и газ, который мы платим и продаем с успехом. И ничего из этого мы только не хотим развивать. Это жизненно. Давайте мы все развернемся к этому вопросу. Купив лицензию и патент, мы имеем право его внедрять. Давайте в нем хорошенько разберемся. Исторически, эволюционно, будем такой же путь проходить, как и все. 20-30 лет. Мы наклонно-направленное скважное еще бурили в 75-м году на Сахалине. 2500 отход был. Никитин Борисович такой был, министром первым. Мы внедрили. 72 градуса тогда уже бурили. И серый купол Адапту. Я был на Сахалине, в замерах это объединение. Мы побулили тогда скважность берега в 5-600. И не было никаких проблем. Было просто задачи поставлено. И здесь сегодня стоят задачи. Приразумная. 70-80 процентов. Это все российское. И даже импортное, что мы купили, мы можем спокойно это все у себя воспроизвести. Было бы только желание. Теперь вот мы говорим, как промышленность хочет развиваться. Да мы готовы любую промышленность привлечь к нашим работам. Но главный вопрос в том, они это хотят или нет? Вы же не будешь на аркане тащить, понимаете? А ведь сегодня желающих нету. Нет желающих развиваться. Есть только единицы, которые мы говорим, что желают. Их место занимает иностранные компании зарубежные. Потому что они в рынке привыкли работать. Мы, конечно, с вами прошли госплав. Нам все сверху было написано. Я сам читал на Дальнем Востоке. Я работал 24 года от работы. У нас была программа. Социальная программа развития Дальнего Востока. 20-летие. Мы там как буквально открывали каждый год и выписывали себе, что нам нужно делать. Как нефтяник в газовике был. Сколько скважин должен пробурить. Сколько добывать должен и так далее. Теперь вернемся к нам. Вот сейчас. У нас нет программы цельной развития Арктики. Нету. Ни по нефти, ни по газу, ни по остальным миллиардным ресурсам. Нету. Она должна быть. Мы не можем сегодня сами нефть и газ, что-то нарисовать себе за облачем. Рынок требует. Сколько в России на внутреннее потребление, сколько за рубежом. Мы не можем выписывать лишнее. Никто не купит, деньги потратит. Эта программа должна быть. Под эту программу должно быть построено все остальное. Машиностроение, транспорт, вся логистика. С логистикой в Арктике вообще ужас какой-то. Портов нету. Система обеспечения безопасности трудно там дается. И аэропортов нету. Чтобы у человека случиться. Вертолетная доставка, чтобы спасти человека, нужна. Я вам скажу, вот если бы мы не были в Арктике предшественными судами или докладами, там же были несколько случаев, где мы спасали эти сухогрузы. И вот как раз бы мы спасали. Нету техники даже нормальной, высокой. Все же плавал на стое по 30-40 лет. И там случаи происходят. Поэтому нужно создать комплексный вопрос. Это вся логистическая система. Порты с периодическим должны быть все. И очень развитые должны быть. Связь у нас там не очень хорошая. Вы сами знаете. С помехами и так далее. Второй вопрос. Конечно флот должен быть другой. И энергетика. Хватит здесь дегенератора. У нас есть ядерная энергетика. Ее надо развивать. Сегодня у нас есть атомфлот. Вот сейчас ледоколы заказал. Великолепная там энергетическая система. В 1,4-1,5 раза меньше по массогабаритам. А по мощности больше почти в полтора раза. Я сейчас заканчиваю. Ведь сегодня со льдом надо бороться. Почему у нас этот северный путь круглый год не работает? Потому что на Новосибирске острова там лед 2,5 метра. Не преодолевает эти вот суда наши ледоколы. А сейчас если построят вот эти в полтора раза больше мощностью. И с осадкой должны быть посильнее. И по весу, чтобы восточность была мощнее. Тогда будет северный путь работать. Это система обеспечения всего и вся. И еще один вопрос. Это не только ресурсы мы должны добыть. Еще надо перерабатывать. Не просто ресурсы продавать. Надо добавочную стоимость добавить. И этим надо очень заниматься. Даже первичная переработка нефти и газа. Вот газ. Сегодня как сырье. И нужно перерабатывать полиэфины. И продавать, которые в 4 раза будут дороже. А рынок сегодня растет полиэфины. Это полиэтилен. Это композитные материалы. Это новое направление. В 2 раза растет за 10 лет. Почему мы этот рынок? Как импортозамещение, так и экспорт не хотим занять. Этим надо заняться. И вплотную. Теперь что у нас по энергетике. Мы же энергетику. Я считаю, что в Вальдах. Меньше надо с платформой заниматься. Где платформы? Там, значит, люди. Это обеспечение. Это очень кратно затраты. А подводные технологии надо внедрять. И кессонного типа надо внедрять. Нет проблем. Заглубил. Спрятал. Закрыл крышкой. Но надо, конечно, обеспечить ее энергетикой. Систему управления. Акустическое. Гидравлическое. Ну и другие. Этим надо заниматься. И нет проблем. Поэтому я прошу, что. Я поддерживаю, что должен быть центр конденционный. Вот. И научный. Должны быть все, что в сериала создали. Ведь каждый регион. Он имеет свою специфику. Трудно-климатическую. Там тоже должны работать. И свои узкие места. И локальные заниматься. Но надо региональные все. Подходы иметь. Как бы. Здесь вопросов нет. Мы вас поддерживаем. Что если это будет один центр. Куда будет текаться вся информация. Все вот эти задачи будут ставиться. Локальные. Вот эти. Глобальные задачи. Региональные задачи. Будет этот центр решать. А локальные задачи. Местные задачи. Их тоже очень много. Будет решать. Вот те структуры. Которые все равно существуют. И их надо сохранить. И их надо усилить. И те копейки. Которые гранты дают. Я не знаю. Что же за эти гранты можно сделать. Нельзя ничего сделать. Это смех какой-то. Должны быть специальные деньги. Которые во всем мире формируются. И лабораторию только открыть. Надо 10 миллионов долларов. Хорошей лаборатории. Чтобы сделать. Я не понимаю. Что за миллион рублей можно сделать. Или 300 миллионов рублей вам дают. 100 миллионов экспедиции. Это ничего. Понимаете. Поэтому еще раз. Мы вас поддержим. Но надо конечно программу нарисовать. Ее конечно надо везде рассмотреть. И производникам. Нам вот этим. Газпром. Роснефть. И так далее. И конечно. Должны быть централизмом. Выделяться деньги. Для этого вопроса. Другие институты. Вот. Я вам скажу. Вот. Технические университеты. В Норвегии. Там 2-3 миллиарда долларов. Возьмите Гарвард. 5-6 миллиарда долларов. На науку идет. Все. Надо по-другому посмотреть. Александр Евгеньевич. Спасибо. Александр Евгеньевич. Девушка ждет. Александр Евгеньевич. Спасибо большое. Девушка эмоционально. Александр Евгеньевич. Немножко эмоционально. Абсолютно правильно. Что мы. Наука. Должна быть в тесной связи с бизнесом. Возьмите Гарвард. Я шучок. Все на самом деле. Стоит оно того, чтобы потратить на это время. Я, во-первых, благодарен за то, что мне предоставлены организаторами право участвовать в этом мероприятии. Право высказаться. Я не готовил доклады. Я внимательно слушал всех выступающих. Очень приятно, что у нас такая огромная база наработанная. Столько идей, столько мыслей, которые можно реализовывать. Но вот лучше, чем, Николай Павлович, чувствоваться по данному вопросу с точки зрения научного сообщества, наверное, не скажешь. И как-то комментировать, наверное, нельзя. Лучше, чем мой более опытный, более мудрый коллега-руководитель нефтегазовой отрасли. Александр Яковлевич, да? Да. Тоже, наверное, трудно что-то это. Все это будет повторением. Знаете, я вот взял с собой письмо Михаила Михайловича Котюкова, которым он определил непозволительно апеллировать к этому документу. Он не носит характер секретного никакого, да? Значит, ну, тема сегодняшнего мероприятия определена четко. Арктика как системообразующий проект социально-экономического развития России. Я просто как житель данного региона, как отец детей, которые здесь растут, и мои намерения, что здесь будут жить и работать, значит, на территории России, по крайней мере, идешь к этому регионе. Подхожу к этому вопросу. И вот та идея, которая была высказана губернатором и направлена на федеральный центр, значит, о создании федерального центра комплексных исследований Арктики, на мой взгляд, заслуживает однозначной поддержки. Все есть. Бизнес без проблем найдет способы решить свои задачи, сделать свой бизнес эффективным с помощью своей науки, с помощью зарубежной науки. Это уже второй вопрос, да? То, что мы сегодня слушали, понимаем, что там, где надо было свое применить и быть независимым сейчас в данной ситуации, мы, конечно, не имели таких ресурсов и привлекали где-то там зарубежные технологии и прочее. Конечно, наук надо поднимать. Я 18-ю годами своей жизни застал период той страны. И сейчас вот весь сознательный период жизни после 18-летия практически это все вот в новых таких революционных изменениях, да, и в нынешней России. Я понимаю, что вся ресурсная база, все-таки мы пожинаем плоды той науки, которая была в то время. Поэтому надо восстанавливать однозначно. Я думаю, что любому нормальному человеку, будь то руководитель предприятия, бизнеса, образование, еще как-то, понятно, что если хочешь жить в этой стране, должно быть мощное все свое, то, что основополагающее. Ну, в первую очередь, с нынки начинается. Ну и позволю себе такой шуткой, не шуткой, так вот закончить этот доклад, что вот в 1730 году сюда ушел человек, чтобы создать и стать самоположником российской науки, да, в большом смысле слова. Может, когда-то тот посыл вернется обратно на сюда, Архангельскую землю, да, и здесь вот возникнет в части освоения Арктики что-то такое же мощное. Спасибо вам за то, что есть такие идеи. Готовы всегда поддержать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Президиум, уважаемая аудитория, развитие страны в первую очередь базируется на минеральном и углеводородном сырье. Потенциал Арктики по минеральному сырью для будущего развития России огромен. По некоторым оценкам, по твердым полезным ископаемых и стоимость составляет 50, у меня написано. Александр Иванович Кончук сказал 100% от углеводородного сырья. Если пройтись по карте с востока на запад, можно выделить крупные, зачастую уникальные месторождения, как отдельные примеры. Чукотка, золото, олово.